здравствуйте уважаемые друзья я рад возможности участия в этом проекте эхо наших побед так называется проект и я уже принимал участие в этом цикле лекций и месяц назад прочитал здесь одну из лекций меня зовут шапова владимир леонидович я заместитель директора института истории и политики московского педагогического государственного университета и член правления российской ассоциации политической науки тема которую мы сегодня определили для лекции российско украинские отношения истории современности на самом деле это конечно очень большая обширная тема которую о которой можно достаточно долго вести речь и не в течение одного часа не в течение даже одного дня а может быть в течение большого большого цикла лекций поэтому естественно сегодня мы не сможем рассмотреть все что мне хотелось бы в рамках этой лекции но как минимум несколько моментов связанных с историей наших отношений и современностью возможно нам удастся сегодня рассмотреть по форме лекция у нас стандартная сначала будет какой-то мой текст мой рассказ и потом будет время на вопросы но естественно господа можно перебивать поднимать руку в процессе у нас не монолог у нас диалог и само собой разумеется что если возникнет какой-то вопрос в процессе вот собственно моего моего рассказа то конечно я прервусь и мы этот момент рассмотрим я хочу сказать что так случилось что я не занимаюсь предметно тематикой украины тем не менее достаточно часто сталкиваюсь с российско-украинскими отношениями и с целым рядом известных персон украинской политики с нынешним министром внутренних дел аваковым на научной конференции 12 лет назад у нас был он был губернатором харьковской области у нас был такой достаточно эмоциональный спор россия это европейская страна или нет в конференции участвовали это было 2007 в конференцию то есть после первого майдана но еще до президентства януковича потому что янукович 2010 стал президентом аваков был губернатором харьковской области он открывал конференцию и в конференции участвовали украинские российские польские американские ученые всем раздали анкету в этой анкете было два вопроса первый вопрос украина европейская страна или евразийская страна второй вопрос россия европейская страна или евразийская страна Само собой, разумеется, результаты этой анкеты, которые были сразу же обозначены, давали однозначную оценку, что Украина, конечно, европейская страна, а Россия нет. Соответственно, сразу, конечно, эта анкета относится к разряду так называемых формирующих социологических опросов, то есть опросов, которые должны сформировать у участников, слушателей, зрителей, в целом у общественности некое достаточно четкое понимание той картины, которую инициаторы задают. А картина была достаточно простая. Между Россией и Украиной нет ничего общего, потому что Украина это часть Европы, а Россия нет. Россия это Евразия. Позволю, конечно, не согласиться с этим мнением, и, безусловно, и у России и Украины есть много общего, и Россия это не только Евразия, но и Европа. И в этом смысле мне больше нравится определение известного французского историка и философа Фернана Броделя в книге «Грамматика цивилизаций». Он назвал Россию другой Европой. Другой в смысле не католической Европой. Есть одна Европа католическая, есть вторая Европа православная. И вот основой этой православной Европы является Россия. И, соответственно, Россия это Европа, но другая. С моей точки зрения определение это существенно лучше, чем Россия, не Европа, а в нынешних условиях даже может быть, можно сказать о том, что Россия это единственная Европа, с учетом того, что та первая Европа, которая не другая, уже стремительно утрачивает европейскость, европейские христианские традиции. Но это отдельная тема, мы ее не будем сейчас с вами рассматривать. Достаточно часто в последнее время я общаюсь с бывшим премьер-министром Украины Николаем Яновичем Азаровым. Он является большим другом нашего университета, и мы провели уже несколько с ним бесед, встреч. И Николай Янович, человек, у которого обширная биография, она начиналась еще в советский период и прошла через всю историю независимой Украины, он, конечно, прекрасный источник знаний по очень многим вопросам современной украинской реальности. Кроме того, хочу сказать, что так вышло, что после Евромайдана 2014 года в России оказалось очень много украинцев. На самом деле результат Евромайдана это бегство в Россию даже не миллионов людей, которые приехали на работу, а нескольких десятков или, может быть, сотен тысяч представителей интеллектуальной элиты Украины, политиков, общественных деятелей, которые не нашли места в Новой Украине и отправились в эмиграцию. Это можно сравнить в какой-то степени с той масштабной эмиграцией, которая была после Октябрьской революции, и, естественно, в Европу отправилось достаточно большое количество представителей российской элиты. Вот эти украинцы, которые при Януковиче и до Януковича занимали достаточно серьезные позиции в политической сфере, были учеными, политическими аналитиками, общественными деятелями, некоторые из них крупными чиновниками, они сейчас находятся в России, потому что на Украине места нет, и общение с этими людьми также представляет достаточно большой интерес, поскольку целый ряд важных, полезных, интересных моментов проясняется. Например, у меня есть очень такое интенсивное общение с Антоном Давидченко. Это человек, который создавал Одесский антимайдан и попал в украинскую тюрьму за некоторый период до трагических событий 2 мая 2014-го, поэтому он не оказался в этом доме профсоюзов, не погиб вместе со своими соратниками, а оказался в украинской тюрьме. Ну вот такое истечение обстоятельств. После этого он в одной из передач обмена пленных оказался в России и в настоящее время занимается активной общественной деятельностью в России, в Российской Федерации. Начать я хотел бы с строчек, которые были написаны в 2014 году на Украине и которые наверняка вы знаете. Они стали своего рода девизом украинской революции 2014 года. Написала молодая поэтесса Анастасия Дмитрук. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие. А вы жмете, вы все маетесь, своей завистью вы подавитесь. Воля слова вам незнакомая, вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золото, а у нас жгут коктейли Молотова. Да, у нас в сердце кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас все глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили, мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы молятся, они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, а у нас демократия. Никогда мы не станем братьями. Ну вот это, собственно, девиз молодая украинская поэтесса, которая этим прославилась, 30-летняя. Ее теперь знает вся Европа, весь мир, естественно, вся Украина, потому что эти слова стали девизом Евромайдана. Это эмоциональное, очень грубое и русофобское стихотворение с явно выраженным комплексом неполноценности по отношению к России, поскольку здесь постоянно фигурирует, что вы старшие братья, вы хотите быть старшими братьями. На самом деле это не так. Но насколько вот этот негативный эмоциональный заряд, который вложила в свое произведение молодая украинская поэтесса, насколько он действительно соответствует реальности? Действительно ли мы никогда не станем братьями? Не являемся братьями и не были братьями? Вот, собственно, этот вопрос. Мне и хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами попробовали найти ответ. Давайте начнем с истории. Как известно, не так давно по требованию Украины Франция внесла изменения в свою историю. В течение тысячи лет дочь Ярослава, французская королева, называлась русской княгиней, княжной, русской королевой. А теперь она называется киевской княжной. Это было требование Украины. Понятно, что с точки зрения исторической реальности ничего не поменялось. И если мы возьмем средневековые французские хроники, там будет написано русская княжна, княжна, прибывшая из Руси. Там не будет слова Киев, там не будет слова Киевская княжна, потому что с точки зрения исторической государства, которое существовало в тот период времени и с которым породнилась французская правящая династия, называлась Русь. Не Киевская Русь, не Киевщина, не Киев, не как-то иначе. Это государство называлось Русь. Именно это название было во всех официальных документах, в мемуарах тех людей, иностранцев, которые побывали в русском государстве, ну и, собственно, в русских летописях. Поэтому здесь налицо пример достаточно грубого и бесцеремонного, бесцеремонной фальсификации истории, попытки с точки зрения сегодняшнего дня пересмотреть прошлое. А что же было на самом деле? Давайте мы начнем с начала. Начало это формирование русского государства. Это три картины, три карты, прошу прощения, 9 века. Первая карта, 862 год, создание ядра русского государства в Новгороде. Известная в истории, известный в истории факт призвания варягов князя Рюрика. Вторая карта, перенос столицы в Киев, 882 год. Это уже не Рюрик, это уже князь Олег. Ну и, соответственно, третья карта, это формирование, это конец 9 века и начало 10 века. Добрый день. Это формирование уже, собственно, того государства, которое в последующем получило название Киевской Руси. Господа, что касается этого периода, то есть 9 века, второй половины 9 века, когда с точки зрения современной исторической науки создавалось русское государство, конечно, существует одна очень серьезная историческая проблема. Она существует, по крайней мере, с 18 века, со спора Ломоносова и немецких ученых, и она существует вплоть до настоящего времени. Это спор норманистов и антинорманистов. Этот спор состоит в том, кто и как основал русское государство. К сожалению, этот спор подвержен политической конъюнктуре. И в силу этой политической конъюнктуры вектор постоянно менялся. В 18 веке была одна точка зрения, в 19 немножко иная, в 20 еще раз она поменялась, в 21 опять поменялась. В зависимости от того, как рассматривала официальная российская власть свои внешнеполитические, внешнеполитическую ситуацию, центр древнерусского государства перемещался из Новгорода в Киев или опять в Новгород. Князь Рюрик был основателем русского государства или нет? В известной теории, советской теории уже, академика Бориса Рыбакова, князя Рюрика вообще не существовало. И центром русского государства был Киев изначально, причем не в 9 веке, а в 6 веке. То есть академик Рыбаков продлил на три столетия русскую историю для того, чтобы исключить сам факт влияния варягов, норманов, Рюрика на формирование русского государства. Почему так происходило? Потому что кто такие варяги? Это шведы, кто такие шведы? Это немцы. Если немцы создали русское государство, то русские не способны сами создать, самоорганизоваться в государстве. Это очень плохо. Поэтому давайте попробуем найти какую-то альтернативную точку зрения. Альтернативная точка зрения, которая стала доминирующей во второй половине 20 века, собственно, это идея Рыбакова. То, что Рюрика не было, это миф. То, что призваний Рюрика не было, это миф. То, что русское государство создали сами славяне, и создали его в 6 веке, и создали его киевские князья Киещек и Хариф. Которые действительно упоминаются в повести временных лет и, собственно, в остальных русских, древнерусских источниках. Но упоминаются очень неопределенно и безотносительно времени и конкретного исторического периода. Хочу подчеркнуть, что этот спор норманистов и антинорманистов, пусть останется спором и пусть идет дальше. Нас он не очень сильно сейчас интересует. Потому что, в конце концов, неважно, был Рюрик или нет. Вот одна из последних версий, что Рюрик это якобы Рерик фрисландский, датский князь, который сначала имел свои земли в Нидерландах, во Фрисландии. Потом исчез из средневековых европейских хроник. Как раз в тот момент, когда, собственно, произошло призвание варяга в Новгород. То есть, примерно к 862 году его бурная политическая деятельность, военно-политическая деятельность в Нидерландах заканчивается. Отсюда некоторые авторы делают вывод, что заканчивается она, потому что он переместился на совершенно другой театр военных действий и стал новгородским князем. Так вот, хочу подчеркнуть, думаю, что сейчас мы оставим в стороне, это тоже очень большая, длинная тема, не для сегодняшней лекции, оставим в стороне дискуссии о том, был Рюрик или нет, что такое призвание варягов, это завоевание Руси или действительно призвание, кто такие варяги, есть мнение, что это не шведы, а одно из славянских племен, которые варили, от слова варяги, варили, соль. Ну, в частности, такое мнение высказывал Лев Гумилёв и некоторые другие авторы. Оставим эти споры в стороне. Оставим даже спор о том, кто старше, Новгород или Киев. Очевидно, что и Новгород, и Киев возникли примерно в одно и то же время. И также очевидно, что и Новгород, и Киев были древними центрами русского государства. Так же, как в этот период существовал Смоленск, существовал Чернигов, существовал Ростов-Великий, немножко позже Псков и ряд других древнерусских городов. И это была единая земля, единое политическое пространство, центром которого, по крайней мере, в конце IX века, совершенно точно стал Киев. Это пространство объединяло территорию от Балтики и Северного моря до Черного моря. Это пространство объединяло несколько племенных союзов, несколько племен, которых в последующем стали называть восточными славянами, племенами восточных славян. С конца IX по начало XIII века, по середину XIII века существовало это государство, поскольку потом пришли татаро-монголы, и, соответственно, первое русское государство прекратило свое существование. А в этом древнерусском государстве не было русских, украинцев и белорусов. В этом древнерусском государстве сначала были племена, племенные союзы, они даны здесь на этой карте, это поляне, древляне, северяне, вятичи, родимичи, дриговичи, словене, кривичи и так далее. Вятичи, вятичи я уже называл тиверцы. Помимо славянских племен в состав древнерусского государства входило достаточно большое количество финно-угорских племен. По сути, вся северная часть русского государства это финно-угры. Изначально русское государство было не славянским, а славянско-финно-угорским с достаточно существенным вкраплением тюркских народов и литовских народов. Тюрки занимали позиции к юго-востоку, это нынешняя восточная Украина и нынешняя восточная часть центрального Черноземья и Поволжья. Именно здесь находились некоторые тюркские народы, с которыми у русского государства были очень сложные и неопределенные отношения. Отношения дружбы-вражды. Постоянные взаимные военные экспедиции перемежались с брачными союзами русских князей и представителей русской знати, и тюркских ханов, и представителей тюркской знати. То есть это была не только вражда, это было сосуществование двух народов. Также достаточно активно развивались отношения с литовцами. Что касается западной границы, в это время уже существовала Польша и Венгрия. Они являлись такими же раннефеодальными государствами, как Русь, и являлись соперниками русского государства. Польша и Русь – это две родственных славянских страны, которые постоянно конкурировали за пограничные территории. Были периоды, когда поляки приходили в Киев, были периоды, когда русские князья вмешивались в польскую междоусобицу и совершали экспедиции в сердце польского государства. Два славянских государства – Польша и Русь – развивались бок о бок и развивались примерно параллельно, примерно одинаковыми курсами. Исключение было только одно. Примерно в одно и то же время произошла христианизация Польши и Руси, но Польша получила христианство от Ватикана, от Папы Римского, и, соответственно, вошла в орбиту католической Европы, а Русь стала православным государством. Вот, собственно, достаточно важное, существенное отличие, которое на первых порах было незначительным, потому что в X веке, когда произошла христианизация Руси, еще не было полного раскола на католицизм и православие, но он уже ощущался. Поэтому христианские основы у нас разные. Этнические очень близкие, христианские разные. Кстати, этнические основы племя Поляне, которое находится в самом центре государства, то есть в Киеве, имело свое одноименное племя в Польше. В Польше тоже было славянское племя под названием Поляне. Это не одни и те же люди, это не одно и то же племя, но это свидетельствует о том, что язык общий, и этнонимы близкие. В Польше была, с течением времени сформировалась Великая Польша и Малая Польша. Две части польского государства. На Руси тоже со временем сформировались Великая Русь и Малая Русь. Тоже две части русского государства. Опять же, о чем это свидетельствует? О том, что достаточно близки языки, близки культуры, в том числе этнонимы общие у Руси и Польши. В поздний период существования русского государства, а именно в XI-XII веках, происходит распад единого государства на отдельные княжества. Фактически речь идет о том, что Рюриковичи, правящий дом, разделили страну на отдельные уделы, на отдельные части. Эти уделы стали называться удельными княжествами. С этого времени Киев теряет роль политического, военного, экономического и культурного центра. Происходит упадок Киева. Почему? Формально Киев является великокняжеским престолом. И для каждого уделенного князя очень ценно, очень важно получить Киев в свое владение. Поэтому за Киев идет постоянная война. Князья в Киеве сменяют друг друга. Здесь нет постоянной династии. Киев становится обменной монетой, таким призом, который получает победитель. Киев постоянно сжигают. Например, известный, былинный герой Древней Руси, князь Игорь, князь Игорь тоже ходил на Киев, тоже его захватывал и тоже его сжег. Князь Юрий Долгорукий, основатель Москвы, тоже захватывал Киев, придя из своих Владимира Суздальских земель сюда и захватив в свое время Киев. Поэтому Киев, формально оставаясь центром государства, формально оставаясь столицей этой конфедерации, но при этом подвергаясь постоянным нашествиям и захватам со стороны удельных князей, обезлюдивает. Люди уходят из Киева и центры политические, экономические и культурные перемещаются в другие части. Что это за части государства? Одним центром становится Северо-Восток, Владимир и Суздаль, Владимира Суздальская земля, соответственно нынешняя центральная Россия. Второй центр перемещается на юго-запад, Галиция, Галицкая земля. Здесь у нас есть плохая карта, не очень хорошо видно, Волынское княжество, немножко южнее Галицкая земля. Фактически происходит поляризация русского государства. Вот это единое поле существования Руси начинает постепенно раздваиваться, происходит формирование двух полюсов северо-восточного и юго-западного. Это еще не два народа, это единый народ. У этого единого народа единый язык, единая культура, единая княжеская династия Рюриковичей. И, например, Новгородский и Владимира Суздальский князь Александр Невский породнился с галицким князем Даниилом, по сути, при том, что они и так родственниками были, это одна и та же земля. Эти люди воспринимают себя пока как единая нация, единое государство. У них одна культура, одна политическая конфигурация, одна церковь. В России одна, на Руси одна церковь с центром в Киеве. Метрополия киевская. Потому что Киев формально центр государства. Но уже начинает потихоньку формироваться вот эти два центра. Один в районе Владимира Суздаль, второй в районе Галиции и Волыни. Что происходит дальше? Дальше, к этому мы немножко позже перейдем. Дальше монголо-татарское нашествие приводит к тому, что единое русское государство перестает существовать. И именно захват ханом Батыем русских земель приводит к тому, что начинается период разного существования разных территорий русского государства. Северо-восточная Русь, Новгород, Владимир, Суздаль, Москва, Рязань, Тверь, Ярославль становятся одной частью. Эта часть подчинена монголам, находится в вассайной зависимости и в 14 веке начинает борьбу за освобождение, это битва на Куликовом поле. Эта борьба заканчивается в 1480 году созданием независимого русского государства с центром в Москве. в конце 15-го начале 16-го века вся северо-восточная Русь объединяется вокруг этого центра в Москве. Эта часть русского этноса, русского народа получила название Великая Русь. Юго-западная часть сначала находится под контролем монголо-татар, но достаточно быстро на эти земли приходят поляки и литовцы. Первыми они захватывают белорусские, нынешние белорусские земли, то есть Полоцкое и Турово-Пинское княжества, Затем приходит черед Киева и Чернигова и затем Владимира Волынской и Галицкой Руси. Эта часть нынешняя Украина, центр нынешней Украины получает название Малая Русь. Кстати, обращаю внимание на эту карту, здесь обозначено Галицкое княжество и Киевская земля. Галицкое княжество сильное экономически развитое, слабо затронутое монголо-татарским нашествием, достаточно долго сохраняла свою независимость в борьбе с поляками и литовцами. И существовало 200 лет в качестве независимого или полу-независимого политического образования. 1199-1399 Вот время существования независимого Галицкого княжества. Примерно в то время, когда Москва освободила себя и северо-восточную Русь от монголо-татар, пришел конец Галицкому княжеству. Оно вошло в состав Польши и частично Литвы. В последний период своего существования Галицкое княжество называлось Королевство Русь. Он присвоил себе титул русского короля. Король польский и русский. Поэтому вот эта часть, нынешняя Западная Украина, нынешняя Галичина, на протяжении собственно всего периода своей истории все-таки называлась Русью. И после утраты независимости передала этот титул польскому королю. Справедливости ради нужно сказать, что и великий князь Литовский также называл себя русским князем. Таким образом, к 15 веку русские территории бывшей Киевской Руси разделились между тремя государствами Польшей, Литвой и Московским государством и каждое из этих государств именовало себя Русью частично. Королевство Польское называло себя Королевство Польское и Русское, Великое Княжество Литовское называло себя Великое Княжество Литовское и Русское, ну и соответственно Москва именовала себя Русским государством. Это, кстати, вызывало дипломатические споры и конфликты, потому потому что в конфликте между Литвой и Москвой постоянно были требования взаимные отказаться от титулатуры русского князя или русского великого князя, в отношениях в дальнейшем Речи Посполитой Польши и Москвы также были взаимные претензии. Теперь два слова о Малой Руси и Великой Руси. Откуда пошло название Малая и Великая Русь? Из Византийской Константинопольской церкви пошло это название. Возникло оно в 14 веке. Первоначально Малая Русь в византийских документах называлась Микро Россия. Соответственно Малая Русь это перевод на русский язык латинского текста. И греческого текста. В Константинопольской церкви Великую Русь называли Мегало Россия. Почему Малая и Великая Русь? В 14 веке вместо одного митрополита на территории русских земель возникло два митрополита. Две митрополии подчиненные Константинопольскому патриарху. Первая большая существовала с центром в Москве. Сюда входило 19 епархий и поэтому она называлась Великая Русь. Потому что большее количество епархий входило в эту митрополию. Именовалась она киевской митрополией. Но митрополит жил в Москве. Вернее сначала во Владимире, а потом в Москве. Это начало 14 века, потому что Киев был разрушен монголо-татарами до основания. Там практически никто не жил в этот период времени. Но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, это был киевский митрополит, который жил во Владимире и в Москве. А вторая митрополия, существенно уступавшая первой, потому что в нее входило только шесть епархий, возникла в Галицкой части русских земель, которые в это время были независимы и потом вошли в состав Польши и Литвы, и она получила название Малая Русь. Вот это разделение русских земель по церковной константинопольской традиции, причиной которой стало монголо-татарское нашествие, оно дало название двум метрополиям. Метрополия Малой Руси и Метрополия Большой Руси. Потом постепенно это православная религиозная традиция, именование одной части государства Малой Русью, другой части государства Великой Русью, оно стало употребимо и в светской политической переписке, и постепенно эти этнонимы стали употребляться повсеместно и широко. по по мере того, как из собственно церковной хроники эти термины перемещались в реальный политический процесс, менялось территориально распределение того, что называется Малой и Великой Русью. Поскольку употребление слова Малая Русь в политическом языке происходит позже, не в 14 веке, а только в начале 16 века, а к этому времени Киев и Чернигов входили в состав, Киев входил в состав Великого Княжества Литовского и соответственно не имел никакого отношения к Москве, то вот к этому времени Малой Русью стали называть те русские земли, которые входили в состав Великого Княжества Литовского и в состав Польши. Великой Русью стали называть те земли, которые отошли к Москве. Кстати, хочу обратить внимание на то, что после создания единого русского государства было две спорных территории, за которые шла постоянная борьба между Русью, между Москвой и Литвой, а потом между Москвой и Речью Посполитой. Первая территория это Смоленск, он постоянно переходил из рук в руки, пока в 17 веке, в середине 17 века не перешел окончательно по итогам русско-польской войны в состав российского государства. И вторая территория это так называемая Северская земля или бывшее Черниговское княжество. Почему Северская земля? Потому что вот здесь видите племя северяне, это племя жило на территории нынешней северо-восточной части Украины и юго-западной части Российской Федерации. Так вот, северяне, потом северские земли, здесь располагалось несколько древнерусских княжеств, в основном подчиненных Чернигову, вот за эти земли также шла достаточно серьезная борьба между Русью и Литвой. В 1503 году московский князь Иван Третий, великий князь Иван Третий, присоединил большую часть этих земель вместе с Черниговым к русскому государству. Потом, в период смуты начала 17 века, Чернигов вновь был возвращен в состав Речи Посполитой. После русско-польской войны за освобождение Украины он вновь вернулся в состав России. Так получилось, что Черниговское княжество одно из самых больших древнерусских княжеств в настоящее время разделено между Украиной, Россией и Белоруссией. Даже часть отошла к Белоруссии. Вот фактически в древнерусский период это один племенной союз северян, это одно княжество или группа княжеств подчиненных Черниговской ветви Рюриковичей. А в современной период это земли, которые вошли в состав трех народов и трех государств и соответственно люди проживающие на этих землях стали представителями трех народов. То есть иными словами разделилась даже не только Древняя Русь, но даже одна часть Древней Руси поделилась, Черниговское княжество поделилась между тремя народами. Что происходило дальше? Дальше очень важно, ну вот вы видите карту, это карта Речи Посполитой с современными, наложенные на современные границы Польши, Белоруссии, Украины, Литвы и соответственно России. Мы видим, что более темный, более красный тонн, это так называемые польские коронные земли, к ним отошла вся Украина в 16 веке, более такой синеватый сиреневатый оттенок Белоруссии это земли Великого княжества Литовского, которое вошло в состав Речи Посполитой. Отсюда деление на Украину и Белоруссию, собственно оно понятно, Белоруссия была подчинена Литве, а Украина напрямую была подчинена Польше. Несмотря на то, что Литва и Польша существовали в рамках единого государства, которое называлось Речи Посполитая, но это государство было конфедерацией, имело два центра, один в Польше, второй в Литве, и соответственно та часть, которая была захвачена поляками, она стала в большей степени ориентироваться, ориентирована на Польшу, произошла определенная полонизация этих территорий, та часть, которая входила в состав Великого княжества Литовского, Белоруссия, она тяготела к Литве, поэтому с течением времени возникли определенные отличия в культуре, в этнонимах, в языке между украинцами и белорусами, потому что они, соответственно, входили в разные политические образования в рамках Речи Посполитой. То же самое, естественно, происходило между Украиной и Россией, поскольку на протяжении нескольких сотен лет западно-русские земли, юго-западно-русские земли, то есть нынешняя Украина, входили в состав Литвы, а затем Польши. А северо-восточная Русь формировалась как самостоятельное государство. Очень важной точкой отчета является 17 век, 17 век, тот процесс, русско-польская война, которая привела к созданию, к воссоединению Украины с Россией, знаменитый, собственно, эпизод 17 века нашей истории. Но я хочу обратить внимание немножко на иное. Давайте, во-первых, зададимся вопрос, а что воссоединилось с Россией? Левобережная Украина, только одна часть Украины, не вся Украина. Вот сейчас мы на карте здесь видим центральную часть Украины, которая начинается в нынешней Житомирской области, и заканчивается в Запорожской. А центром этой территории является Киев. Это центральное ядро нынешней Украины называлось на протяжении некоторого времени, 16-17 веков, Гетманщиной. Почему? Потому что это, собственно, является ядром нынешнего нынешнего украинского народа и украинского государства. А почему? Потому что в рамках Речи Посполитой к этому времени эта часть Украины получила некое подобие политической автономии с выборным главой автономии, который назывался Гетман. Поэтому земли, которые подчинялись Гетману, киевскому, малороссийскому Гетману, получили название Гетманщина. Собственно, именно эта территория обычно и именуется Малой Русью или Малороссией. А в результате русско-поисской войны и воссоединения Украины с Россией эта территория оказалась поделенной рекой Днепр ровно на две части. Левобережная часть Гетманщины вошла в состав России, правобережная осталась в составе Украины. Поэтому между этими частями существует осталось в составе Польши. Между этими частями существует достаточно серьезное отличие. Почему сформировались эти, почему произошел раскол Гетманщины на две части? Первоначально, конечно, Гетман Украины, Малой Руси, тогда все-таки он малороссийским назывался, неукраинским, Богдан Хмельницкий всю эту территорию, всю эту территорию привел в состав русского государства. Собственно, это и являлось процессом воссоединения Малой Руси и Великой Руси. Но в процессе дальнейшем, после смерти Богдана Хмельницкого, на этой территории начинается гражданская война. Часть украинцев выступает против воссоединения Украины с Россией. Был пущен слух, придут московские бояре и установят московские порядки, то есть настоящую твердую власть. Поэтому часть украинских, украинского населения, живущего на этих землях, и прежде всего казацкой верхушки, решила вернуться в состав Польши. возглавил этот процесс сначала сын Богдана Хмельницкого, Юрий Хмельницкий, потом один из его соратников. Гражданская война между украинцами, которые выступали за союз с Россией, и украинцами, которые выступали против союза с Россией, получил название Руина. Руина. Очень емкое, символическое название. Поскольку в этой гражданской войне участвовала русская армия, участвовала польская армия, то война затянулась, она действительно была очень опустошительной для Украины, и она закончилась тем, что Польша и Россия разделили эти земли пополам, по Днепру, с Киевом в составе России. Вот это, собственно, этот процесс является достаточно важным с точки зрения понимания современных украинских реалий. Обращаю внимание еще на одну территорию. Это так называемая Слобожанщина или Слободская Украина. Это территория нынешней Харьковской области, Сумской области, северной части, Луганской и Донецкой областей и южной части территории российских, Белгородской, Воронежской и частично Брянской областей. Что такое Слобожанщина? Это территория русского государства. Эта территория была в составе русского московского государства еще с начала 16 века. Эта территория интенсивно заселялась украинцами в 16-17 веках. Почему? Потому что в этот период времени начинается активная борьба украинцев против Польши. Собственно это и привело в конце концов к тому что Гетман Богдан Хмельницкий принял решение войти в состав русского государства. До этого момента было несколько восстаний украинцев против Польши. Эти восстания были связаны с тем что Польша проводила принудительную полонизацию и катализацию украинских земель а украинцы выступали за сохранение православной церкви. Было несколько восстаний 16 и первая половина 17 века в результате этих восстаний и карательных экспедиций поляков многие жители западной части Украины правобережной части Украины где особенно интенсивными были карательные польские экспедиции были уничтожены целые местности выжжены целые местности украинские значительная часть населения этих земель бежала в состав русского государства поэтому слободская Украина это территория заселенная жителями западной Украины бежавшими под власть русского царя под защиту русского царя к своим единоверцам и едино в общем-то близким в этническом отношении людям и здесь они получали свободу получали возможность освобождения от польского гнета здесь создавались свободные поселения так называемые слободы и в общем-то эта территория стала называться территорией слободской Украины обращаю внимание на еще один известный этноним Новороссия Новороссия это южная часть нынешней Украины от Бессарабии до Донбасса которая входила в состав Османской империи и Крымского ханства и в 18 веке была присоединена к Российской империи соответственно эта территория которую присоединила Екатерина вторая и князь Потемкин Таврический получила название Новой Россией Новороссии и эта территория существовала южнее Малороссии это нынешняя Молдавия Одесская область Николаевская область Херсонская область Кировоградская область теперь она называется иначе нет на Украине Кировограда Крым естественно и Донбасс да еще сюда относится Днепропетровская область и частично Запорожская область у Крыма была своя судьба но тем не менее он тоже отнесен сюда в конце 18 века Западная Украина большая часть Западной Украины правобережной входит в состав Российской империи в результате ликвидации польского государства было три раздела польши но тем не менее не вся территория Украины входит в состав Российской империи та территория которая была Галиции по соглашению двух государств Австрии Пруссии и Россия вошла в состав Австрийской империи и до вплоть до 1939 не входило в состав российского государства теперь господа мы немножко перенесемся уже в 20 век обращая внимание на эту территорию это часть территории новой России часть территории Слободской Украины территория от Херсона до Харькова на этой территории в период гражданской войны возникла Донецко-Криворожская Советская Республика которую нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики считают своей предтечей в момент когда большевики захватывали власть на тех или иных территориях была такая практика создания отдельных республик восточная часть нынешней Украины которая в тот момент входила в состав нескольких русских губерний Екатеринославской Херсонской Харьковской и территории войска Донского на этой территории возникла Донецко-Криворожская Республика а что было на других территориях на территории которая входила в состав Австро-Венгрии возникла то есть на территории Галичины возникла Западно-Украинская Народная Республика Ну и, наконец, в Киеве возникла просто Украинская Народная Республика. Поэтому в период революции и гражданской войны территория Украины, без Крыма, Крым к этому не имеет вообще никакого отношения, территория Украины была разделена на три республики. Западно-Украинскую, Украинскую и Донецко-Криворожскую. Украинская республика существовала на территории, которая, в принципе, соотносима с Гетманщиной, то есть территории центра украинских земель. Западно-Украинская республика существовала на территории, которая входила в состав Австрии. И, наконец, Донецко-Криворожская республика существовала на территории, которая является нынешней восточной и южной частями Украины. Революция закончилась, гражданская война закончилась. Большая часть Украины вошла в состав Советского государства и образовала Украинскую и Советскую республику. Первоначально территория Донецко-Криворожской республики претендовала на самостоятельность, но в силу политических причин была включена в состав Украины. Крым, как известно, стал украинским существенно позже. Менялась западная граница Украины, поскольку часть территории в результате Советско-Польской войны захватила Польша. Советскому Союзу западную Украину удалось вернуть только в 1939 году. И эта территория была воссоединена с территорией Советской Украины. После решения Хрущева о передаче Крыма, а это было в 1954-55 годах, собственно, образовалась та территория Украины, которая, собственно, и просуществовала в неизменном виде, как Советской республики, до 1991 года. В 1991 году вся эта территория стала независимой Украиной, вместе с Крымом стала независимой Украиной. Теперь я хочу обратить ваше внимание на несколько интересных деталей. Вот результаты голосования. Это выборы примерно 2011-го, выборы Верховной Рады. Обратите внимание, территория Украины достаточно явно раскрашена в два цвета. Западная часть проголосовала за партию Батькивщина, это партия Юлии Тимошенко. И вот там самая западная часть, такая желтая, за партию Свобода, партия Тигнебока, это крайние националисты. Восточная часть, синяя, проголосовала за партию регионов. Вот это деление, это голосование воспроизводит, в принципе, то деление Украины, которое возникло историческим, сложилось историческим образом и существует до настоящего времени. Фактически на территории современной Украины существует две этнополитических культуры. Одна условно украинская, вторая, можно ее назвать русской, российской, можно назвать пророссийской. В первой Украине, которая выкрашена малиновым цветом и желтым цветом, большинство являются сторонниками существования независимой Украины и сторонниками возрождения и развития украинского языка. Во второй части, юго-восточной, синий, население разговаривает на русском языке. Здесь живут русские, украинцы, но языком общения является русский язык. Обратите также внимание на то, что крайне западная часть Украины, крайне западная, тоже имеет синий цвет. Тоже проголосовала за партию русскоязычную, партию регионов. Более того, всегда голосовала за партию регионов, за партию русскоязычных украинцев. Это так называемая, это Ужгородская область или Закарпатье. Это очень интересная история, потому что Закарпатье в силу исторической традиции было оторвано от Древней Руси очень рано. И не имело контактов не только с русским государством, но даже с нынешней Украиной. Закарпатье входило в Венгрию, потом в Австрию, и даже в период, когда в 1939 году Советский Союз вернул украинские земли от Польши, Закарпатье он не вернул. Закарпатье вошло в состав Советского Союза и, соответственно, Советской Украины только в 1945 году. Совершенно другая история, совершенно другая история. А почему эти люди голосуют так же, как Восток Украины? Потому что здесь значительная часть населения не идентифицирует себя с украинцами. Некоторые из этих людей называют себя русинами. Русинами, не все. Некоторые записаны украинцами, некоторые записаны русинами, но дело в том, что Закарпатье вообще-то не имеет ничего общего с Галичиной. В силу того, что эта русская территория очень рано отделилась от основного массива русских земель и была в составе совершенно других государств, в этих государствах местное население себя идентифицировало именно как русские. Не как малоросы, не как украинцы, а как русские. И поэтому, когда эта территория вошла вновь в состав Советского Союза и была отнесена к Советской Украине, возникло достаточно серьезное противоречие. Потому что эти люди, которые именовали себя русинами, русскими людьми, они не считали себя украинцами. Здесь не сформировалась украинская идентичность. И она уже формировалась только во второй половине 20 века. Вот сколько смогли сформировать, столько и сформировали. Хочу обратить внимание на этот момент, он очень важен. Поэтому Закарпатье всегда это совершенно отдельная история. Ну вот еще один вариант голосования. Это голосование за националистическую партию «Свобода». На тех же выборах темно-синий цвет – это там, где эти украинские националисты, по сути неонацисты, преодолели 5-процентный барьер, там, где они имеют достаточно существенную поддержку населения. Бледный цвет – там, где они не имеют поддержки населения. Тоже очень четко голосование за националистов показывает поляризацию украинского общества. И в завершении еще одна карта, она тоже очень интересна. Господа, эта карта не наша, это украинская карта. Количество, естественно, примерно на 2010 год она исполнена. Это количество людей, для которых русский язык является основным языком общения. Обратите внимание, везде есть русскоязычные. Но если в крайне западных областях, во Львовской области и Тернопольской, это 1,8-1,2, то на территориях востока Украины эти цифры существенно выше. Хочу подчеркивать, этнические русские, это не русский язык, это этнические русские. Потому что украинцы тоже есть русскоязычные. Хочу обратить внимание на то, что, конечно, это цифры заниженные. На самом деле, этнических русских в Крыму и в восточной части Украины больше. Вот здесь показано в Донецкой области 38%, 38%. На самом деле, больше 50%. В Крыму 58%. На самом деле, больше 80% это этнические русские. 12% это крымские татары. Ну и, соответственно, несколько процентов украинцев. Это украинская карта. Но, тем не менее, она достаточно хорошо показывает тенденции. То есть, русские есть везде, но именно в восточной и южной части Украины, те граждане Украины, которые себя идентифицировали в качестве русских, их значительно больше. И именно по этой линии происходит голосование. Восточная Украина голосует за одни партии, западная Украина голосует за другие партии. Последнее голосование в Верховную Раду и на президентских выборах также подтвердили эту тенденцию. То есть, есть достаточно четкое разделение Украины. Украина это такой разделенный народ, все-таки в настоящее время, на тех, кто идентифицирует себя с Западом, с Европой, и тех, кто идентифицирует себя в большей степени с Россией, для кого русский язык является основным языком общения. Последняя историческая справка это о том, как малоросы стали украинцами. Термин Украина появился не сегодня. Он существует в исторической традиции русского государства и славянских народов. Украинами на Руси называли окраинные земли. Причем не только юго-западную часть русских земель, но и, например, юго-восточную и восточную. Уже в период существования московского государства в 15-16 веке у этого государства было несколько Украин, например, на Урале и в Поволжье. То есть территории, которые были окраинными для Руси. Одна из таких территорий получила название Украина, поскольку она являлась такой пограничной территорией с Польшей. В свою очередь в Польше эта территория, то есть нынешняя Украина, также получила примерно похожее название окраины, кресы. Восточные кресы так называли поляки Украину. То есть, по сути, это то же самое окраина, восточная окраина Польши. Термин «Украина» в 16, 17, 18 и 19, начале 19 века существовал как географический термин в большей степени, чем этнический. Жители Украины идентифицировали себя с термином «Малая Русь», «Малороссия». И только в 19 веке начинается постепенное вытеснение термина «Малая Русь» термином «Украина». Это вытеснение начинается с западной части страны и прежде всего с тех территорий, которые находились в составе Австрии и Польши. Постепенно в течение 19 века формируется термин «Украина» начинает восприниматься как самоназвание тех людей, которые проживают на этой территории и которые раньше именовались в качестве малороссов. Более того, некоторое время эти два термина сосуществуют и даже конкурируют между собой. А в чем состоит эта конкуренция? Когда в 19 веке происходит сосуществование термина «малоросс» и «украинец», малороссами себя идентифицирует та часть украинской нации, которая считает, что существует единая нация русская. И в ней есть великороссы, малороссы и белорусы. А те, кто начинает воспринимать Украину через призму отдельной нации и отдельного народа, начинают употреблять термин «Украина», соответственно, именовать себя украинцами. Убитый в 2015 году в Киеве украинский писатель, самый, кстати, популярный украинский писатель Олесь Бузина, который был, с одной стороны, большим патриотом Украины, с другой стороны, большим другом России, и постоянно заявлял о том, что он последний малоросс. В каком смысле? В том, что он как раз является носителем идеи того, что существует один суперэтнос, в котором существуют великороссы, малороссы, белорусы. И, собственно, это одна большая семья народа, по сути, общий народ, который в силу исторических перипетий был разделен границами, культурами, религиями частично, и, соответственно, это привело к определенному размежеванию. Еще одна очень важная тема, которую нужно буквально так пунктирно обозначить, это религиозный вопрос. В Древней Руси единая православная церковь, потом, как я уже сказал, произошло деление на две православных митрополии, малорусскую и великорусскую. В последующем несколько раз ситуация менялась, но, в принципе, вот это разделение, оно сохранялось. В период, когда украинские земли вошли в состав Польши и Литвы, особенно в состав Польши, начинается попытка катализации, попытка окаталичивания украинцев. Эта попытка приводит к тому, что незначительная часть украинцев, западных украинцев, становится так называемыми греко-католиками. Это отдельная часть католической церкви, которая состоит из тех людей, предки которых были православными, но вошли в состав католической церкви. На остальной части Украины сначала возникает так называемая униатская церковь. Униатская церковь – это церковь, которая является православной, но при этом заключила унию с Ватиканом. А когда Украина в 18 веке окончательно, вся территория Украины переходит в состав Российской империи, униатская традиция прекращается. Все украинские земли, за исключением греко-католиков, которые находятся в составе Австро-Венгрии, вновь становятся православными. Когда произошла революция 1918-го на Украине, в Украинской народной республике, УНР, была воссоздана украинская автокефальная церковь. Отдельная православная церковь, которая претендовала на некую самостоятельность от Москвы. После того, как Украина вошла в состав Советского Союза в 1919 году, эта церковь потихоньку прекратила свое существование. В 1991-м она была воссоздана с подачи первого президента Украины Кравчука. Возникла украинская автокефальная церковь. Вновь. Одновременно возникла еще одна украинская церковь во главе с патриархом Филаретом. Украинская православная церковь Киевского патриархата, так она называлась. Эти две церкви были маргинальными частями украинского общества. Все-таки большинство украинцев принадлежало к Украинской православной церкви Московского патриархата. И даже президент Украины Петр Алексеевич Порошенко был прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. Вплоть до самого последнего времени. Потом, в период избирательной кампании, Порошенко, по сути, попытался оторвать Украину в религиозном отношении от России. Была создана ПЦУ, Православная церковь Украины. Идея состояла в том, что в нее войдут все украинские православные, а результат получился не такой. ПЦУ объединило некоторую незначительную часть украинских православных, но большая часть, более 80% украинских православных, осталось приверженцами Украинской православной церкви Московского патриархата. Это достаточно серьезная проблема, потому что сейчас на Украине существует и церковный раскол, причем раскол между православными и православными. И при этом существует еще определенная часть греко-католиков на Западной Украине. По сути, в отношении церковном, религиозном Украина сейчас разделена на три части. Крайне западная греко-католики, центральная часть в основном это ПЦУ, Православная церковь Украины, и центральная и восточная, южная часть это УПЦ МП, Украинская православная церковь Московского патриархата. Теперь, уважаемые друзья, у нас совершенно не остается времени на современность, но тем не менее, нужно сказать несколько слов. Вчера первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, открыл, в общем-то, тайну. Он сказал, что референдум о голосовании Украины за отделение от Советского Союза, за независимость, который был проведен в 1991 году, подразумевал, и жители Украины имели в виду, что Украина останется в союзе с Россией, что они будут союзниками и близкими людьми. На самом деле, это абсолютная правда, и, конечно, украинцы, которые голосовали за независимость в 1991 году Украины, не подразумевали, что Украина будет враждебна России. Речь шла о том, что она будет отдельно существовать от России. К сожалению, это голосование и эта идея Кравчука привела к распаду Советского Союза. Именно этот аргумент стал основным в Беловежском соглашении и привел к тому, что Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о ликвидации Советского Союза. Основной движущей силой здесь выступала именно позиция украинского народа, которую демонстрировал президент Украины Кравчук, заявляя о том, что мы провели референдум, мы хотим быть независимыми и уехать из Беловежья с иным решением, кроме решения ликвидации Советского Союза, я не могу. Поэтому давайте пишем договор о том, что Советский Союз перестает существовать как государство и геополитическая реальность. Поэтому вклад Кравчука, конечно, основной, но считать, что Борис Николаевич Ельцин здесь является просто статистом и не участвовал в этом процессе, конечно, нельзя. Он тоже достаточно активную роль в распаде Советского Союза принял. То, что касается нынешней ситуации в российско-украинских отношениях, собственно, это то, что проходит на наших глазах. Я абсолютно убежден в том, что Россия и Украина в будущем будут близкими народами и государствами. Конечно, мне хотелось бы, чтобы Украина и Россия существовали в рамках единой страны. Возможно, этого не будет, но как минимум сближение произойдет. Я в качестве аргумента хочу привести следующий пример. Два англосаксонских государства, США и Англия, Великобритания, а также США и Канада, поскольку Канада это часть Великобритании, провели множество войн между собой, начиная с войны за независимость американских колоний и продолжая это еще несколькими военными кампаниями. Американцы и англичане и сейчас любят подтрунивать друг над другом. И в Англии существует такой карикатурный образ американца. Когда Джордж Буш-младший приезжал в Англию, там издали энциклопедию по Англии для Буша, в которой написали, что Джордж Буш, помните о том, что Англия это не 51 штат, это отдельное государство. Королеву Англии нельзя именно в очувиха и бить по плечу и так далее. Ну, в общем, это было, естественно, такой шуточный несколько ряд. Американцы также относятся к англичанам с достаточной долей сарказма. Но, тем не менее, и американцы, и англичане, безусловно, позиционируют себя как родственные народы. Ведут себя как родственные народы и проводят политику, в которой, по сути, между Великобританией и США очень мало конфронтаций и очень много дружбы. Россия и Украина уготовано именно такое будущее. Никто не думал в начале 19 века, что в начале 20 века, то есть через 100 лет, Америка и Англия будут ближайшими союзниками. Потому что в начале 19 века союзниками Америки против Англии были все, кто угодно. Россия, Франция. И, в общем-то, этот конфликт был очень жестким. Но прошло время, и эти два родственных народа стали друзьями. Я думаю, то же самое произойдет и в отношениях России и Украины. Должно произойти. Неминуемо произойдет. Мы не можем иначе. И рано или поздно, может быть через 10 лет, может быть через 50, это должно случиться. Безусловно, для этого необходимы некоторые условия. Этим условием должно быть то, что Украина не может входить во враждебной России военный союз. И, как минимум, это должна быть ситуация нейтралитета. Хочу сказать, что дважды за последние 15 лет Украина и Россия подходили очень близко к формированию единого союзного пространства. Первый раз речь шла о так называемом едином экономическом пространстве ЕЭП, которые должны были сформировать Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Шли переговоры. Чем они закончились? Революцией на Украине, свержением Януковича и Кучмы и приходом к власти Ющенко. Соответственно, первую попытку объединения России и Украины сорвали государственным переворотом. После этого России пришлось реализовывать иной усеченный вариант союза, который получил название «Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана», и который потом был преобразован в Евразийский экономический союз ЕАЭС, существующий сейчас. Накануне 2-го Евромайдана интенсивно шли переговоры о включении Украины в состав ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Были достаточно серьезные подвижки в сторону того, что Украина войдет в состав ЕАЭС, и это будет единое экономическое и политическое пространство, ядро евразийского пространства. Этот процесс, к сожалению, завершился вторым Евромайданом и тем, что, соответственно, был произведен второй государственный переворот. Думаю, что через некоторое время идея создания ЕАЭС вновь станет актуальной. Почему? Потому что этого требует все, начиная от экономики. Только в составе Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан, союза этих четырех стран, как минимум, я не имею в виду другие страны, прежде всего эти четыре страны, возможно поступательное экономическое развитие, потому что эти территории были ядром Советского Союза, ядром Российской империи. Вся советская экономика и в том числе экономика Украины была завязана на связи, контакты и единый рынок. И, конечно, нормальное экономическое развитие России, Украины и Белоруссии требует объединения. Точно так же другим аспектом данного процесса являются этнические, языковые, культурные, религиозные и гуманитарные аспекты. Миллионы украинцев живут в России, миллионы русских живут на Украине, миллионы украинцев и русских создали семьи, миллионы русских имеют украинскую кровь и украинских родственников, почти все русские, наверное, имеют украинских родственников. и миллионы украинцев имеют русских родственников естественно политическая конъюнктура может разрушать эти отношения но мы видим что даже сейчас вот конечно владимир александрович зеленский это не тот президент которого бы мы очень хотели видеть на украине но электорат зеленского это те украинцы которые хотят прекращение войны и восстановление отношений с россией поэтому владимир александрович как человек очень чутко относящийся к мнению своего электората человеку которого есть по сути только один серьезный актив это мнение электората конечно вынужден будет ориентироваться на то большинство украинского населения это более 70 процентов которые выступают за нормализацию отношений с россией поэтому думаю что обмен пленными это только начало и процесс нормализации отношений будет продолжен вот на этой ноте я хотел бы завершить и готов выслушать вопросы спасибо уважаемые коллеги есть ли вопросы да значит здесь речь идет о достаточно интересном процессе объединение великого княжества литовского и речи по спа и польши в единое государство конфедеративное государство речи посполитая это объединение происходило в несколько этапов и она касалась с одной стороны единой династии правящий по сути это была личная у нее с другой стороны тем что польша и литва стали формировать единое политическое пространство тем не менее в это про это пространство не было единым в полной мере потому что территория была разделена на две части был один правитель единый король этого государства но территория была разделена естественно что центром польши бы была варшава в некоторое время краков собственно это менялась центром литвы в первый период существования еще независимого великого княжества литовского был такой новогрудок это город в белоруссии современный потом центр был центром некоторое время был вина или вильнюс ковна или каунас ну вот собственно столица литвы переходила из одного центра в другой и вот в этой связи необходимо подчеркнуть что польско-литовское государство она не была очень крепким внутренне поскольку вот эта конфедеративная основа фактически создавала два государства внутри одного ну так же как в свое время австро-венгрия сформировалась правда при этом я обращаю внимание очень интересная ситуация вот вот собственно большая часть украинских земель первоначально входила в состав литвы может быть у меня ну вот она карта она плохо здесь видно вот это зеленое пространство это собственно великое княжество литовской в период расцвета 15 век в состав польши вошла только галиция и в общем-то все когда объединялась польша и литва поляки фактически отобрали у литовцев украину от волыни до киева и чернигова это была плата за то что поляки взяли литовцев свое государство потому что в этом государстве польша была все-таки номер один это было и польско-литовская но именно польское государство на первом месте а поскольку великое княжество почему этот процесс произошел великое княжество литовское оказалось ну таким политическим банкротом в свое время это огромная страна от моря до моря от балтики до черного моря но противостояние с московскими царями московскими великими князьями привело к тому что это государство потерпела по сути поражение и польша спасла литву от поглощения москвой и вот плата за то что мне польша протянула рука дружбой фактически включила литву в свой состав было то что а поляки сохранили белоруссию составе литвы нынешнюю белоруссию но отобрали украину у вас был вопрос вы говорите украинская веке который каким образом и вреди она ли не ведь и она значит да 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 совершенно верно вот здесь ситуация такая во первых есть янукович бывший президент который живет в ростове который живет в абсолютной изоляции мы знаем множество примеров когда президент того или иного государства бежит из своей страны в результате перевороты или каких-то событий но при этом он поднимает знамя борьбы и заявляет меня свергли незаконно давайте все объединяйтесь вокруг меня я легитимный президент вот совсем недавно был пример в йемене сейчас идет гражданская война президент йемена один из президентов бежал из страны в саудовскую аравию заявил что его свергли и свергли незаконно и собственно начал борьбу за власть это стандартная ситуация такие ситуации президент в изгнании или король в изгнании царь в изгнании мы знаем большое количество янукович не стал таким президентом поднявшим знамя борьбы силу разных причин хотя сейчас некоторые аналитики на украине ждут ждут что янукович все-таки вернется в политическое пространство но пока таких таких ощущений нет это раз второе второе есть группа украинских политиков включая азарова которые объединились в так называемый по моему он называется комитет спасения украины по сути это прообраз правительства в изгнании опять же такие варианты существуют в мировой истории в очень большом количестве там польское правительство в изгнании было в лондоне допустим в свое время в период второй мировой и потом множество примеров таких к сожалению это правительство в изгнании тоже не стала важной политической реальностью кроме того что они провели несколько пресс-конференций собрались за общим столом и заявили мы формируем комитет спасения украины они ведут себя очень пассивно по всей вероятности есть какие-то причины может быть причины связаны с родственниками может быть связаны с какими-то экономическими активами но так или иначе комитет спасения украины не стал комитетом спасения украины и полин не стал каким-то важным политическим актором в жизни украины да и россии в том числе есть ну вот собственно это два основных игрока есть достаточно большое количество украинцев в основном это либо бывшие министры либо политтехнологии либо ученые которые входили в состав власти януковича или были рядом с этой властью которые уехали в россию многие из них сейчас инкорпорировались состав российского политического пространства и стремятся в общем то здесь дальше продолжать свою научную политическую общественную карьеру но в то же самое время господа есть такой очень интересный процесс он сейчас начался после победы зеленского ряд ряд украинских эмигрантов начинает возвращаться на украину пока это несколько человек несколько человек но ожидается что приедет достаточно большое количество людей и из россии и из европы а почему они собираются приехать это те люди которые естественно связаны с украиной которые теперь понимают что не окажутся в тюрьме которые надеются что их не убьют и которые стремятся продолжить политическую карьеру в своей стране что вполне естественно потому что ну как на чужбине продолжать эту карьеру совершенно других условиях где они никому не нужны где нет их избирателей поэтому они стремятся каким-то образом включиться в тот политический процесс который настоящее время идет на украине один из этих пока еще небольшого количества людей бывший зам руководителя администрации президента януковича я сейчас немножко позже вспомню его фамилию сейчас не помню по сути выполняет очень важную функцию у зеленского функцию уголовного преследования порошенко и его команды именно этому человеку поручено формировать компромат на порошенко бороться с ним и довести собственно до суда я думаю что порошенко конечно в тюрьму не сядет но сядет несколько его представители его окружения петра алексеевича никто не посадит в тюрьму это это естественно но но то что будут некоторые посадки это это очевидно так вот что любопытно вот с этим человеком замглавы администрации януковича то что фактически еще в период избирательной компании зеленского он вошел в контакт с людьми зеленского и по сути получил карт-бланш на борьбу со своими и зеленского врагами то есть с кланом порошенко естественно что для него порошенко это тоже противник потому что он оказался иммигрантом из-за порошенко также как все остальные члены команды януковича и в данном случае он ситуативный союзник зеленского соответственно его задача создать основание для уголовных процессов на команду порошенко коллеги есть или еще вопросы пожалуйста да и под туда да насколько я знаю он что принято международное решение что он будет румынским и он уже официально является частью частью румынии но точную точную информацию меня нет я помню что это решение пример принималось несколько лет назад пожалуйста да значит несколько цитат я себе позволю в этой связи цитат исторических начну с исторических цитат бандера вновь создающий 41 год 10 июля 41 акт про возглашение украинского государства вновь создающиеся украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал социалистической великой германии которая под руководством своего вождя адольфа гитлера создает новый порядок в европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из подмосковской оккупации украинская национальная революционная армия которая создается на украинской земле будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армии против московской оккупации за суверенное соборное украинское государство и новый порядок во всем мире а ну и на самом деле все-таки наиболее нацистской фигуры является даже не бандера бандера просто вождь а есть дмитро донцов между прочим не совсем украинец а скорее русские из мелитополя этнический русский который является создателем украинской фашистской идеологии в работе дух россии которая была опубликована в 1961 году в мюнхене донцов частности написал следующее с определенностью можно утверждать что идеология московитского коммунизма идеология царизма только две разных формы того же явления собственно того же феномена общего характера который является ничем другим как московитским миссианством которое ведет войну против запада вот такая интересная цитата есть современные известные украинские нацисты дмитро ярош один из них воевавший против россии еще раньше еще на кавказе в 2008 ярош написал следующее и кавказский регион и украина и беларусь и прибалтийские республики как и вся восточная европа обречены на постоянное напряжение пока существует московская империя единственным залогом мирного цивилизованного развития народов которые перестраивают свою жизнь рядом с россией есть полная ликвидация империи и построение на ее территории национальных государственных образований я привел эти цитаты для того чтобы ну немножко вот включить эту часть совершенно в лекции я не говорил об украинском национализме сейчас нужно сказать что в настоящий момент на украине существует несколько политических структур которые исповедуют нацистские или неонацистские идеи и несколько военных формирований таких как с 414 или батальон азов которые исповедуют те же самые неонацистские идеи с точки зрения электоральной эти идеи даже после евромайдана не были актуальными совершенно и украинские националистические партии забирали очень малый процент на последних выборах они получили тот же самый процент то есть они не прошли в верховную раду с точки но в то же самое время нужно понимать что сила этих политических организаций не впаде не в массовой поддержке народа а в том что они через два основных канала влияют на политический процесс на украине первый канал это идеологический а фактически нынешняя национальная идея украины это такой мягкий вариант неонацизма дмитрия донцова и степана бандера не случайно бандера является номером один в иерархии украинских героев а почему это произошло потому что не было никаких других идей потому что именно идея крайнего национализма с точки зрения тех украинских политиков которые пришли к власти меня в начале 90-х которые совсем не были националистами а были представителями партсов хозноменклатуры как кравчук собственно и тот же самый ющенко это советские деятели тот же самый порошенко не очень сильно далеко ушел от них это все представители поздний советских элит но на вооружение они взяли крайне националистический вариант украинской идеологии потому что никакой другой альтернативы у них не было и фактически ну как они считали для формирования украинского государства кстати в этой связи также поступили очень многие например в армении одним из собственной из легендарных армянских фигур является неонацист между который фактически является патроном республиканской партии армении человек признанный фашистским преступником свое время тем не менее он возведен в ранг национального героя почему так происходит даже в таких в общем-то достаточно нормальных странах как армения потому что идеологию строят на оппозиции россии на том что на как можно оппонировать россии только опираясь на каких-то националистов вот собственно поэтому происходит союз политических элит украинских государств и маргинальных националистов первая основа влияние националистов это идеология вторая военная сила на украине большое количество оружия у людей большое количество ветеранов а то правда сейчас вот буквально позавчера разоружили пару батальонов добровольческих зеленский разоружил якобы на так сказать как же с доброй воли эти соединения разоружены но на самом деле они не разоружены часть оружия демонстративно вывезли но батальоны сохранились и вооружение у них тоже сохранилось то есть разоружили для картинки показать что этот процесс произошел сейчас очень активно муссируется идея того что осенью примерно в октябре-ноябре против зеленского будет порошенко устроен майдан и вот если действительно это произойдет я не очень верю в это но если действительно это произойдет то как раз националистические отряды националистические батальоны будут использованы в этом майдане для того чтобы попытаться свергнуть владимира зеленского поэтому электоральных перспектив у них нет но влияние и оружие есть и это может в общем то в достаточно серьезной степени повлиять на будущее украины господа пожалуйста есть ли еще вопросы да пожалуйста насколько я помню владимир владимирович сказал это еще в пятнадцатом в 2015 году после в рамках активной фазы конфликта и после заключения минских соглашений я думаю что позиция россии остается таковой и в настоящее время и это есть гарантия того что все это время шла война мало интенсивности то что происходит называется обычно войной мало интенсивности то есть перестрелки периодические стычки но не было масштабных военных действий то есть слова путина остановили новую попытку нападение на донецк и луганск в то же самое время я думаю что в настоящее время сценарий военный все таки не будет реализован и скорее всего если не произойдет никаких новых переворотов на украине ситуация не нормализуется нет это невозможно но определенное смягчение ситуации произойдет в каким образом продолжатся размены пленными сейчас будет обмен между украинцами и жителями донецка и луганска находящимися в заключении сейчас он уже начну начинается подготовка этого процесса возможно что будет принято решение какие-то даже может быть формализованы решения о разводе военной техники в разные стороны может быть даже будут еще какие-то действия и подписание возможно каких-то новых соглашений минск-3 условно по нормализации отношений но не думаю что этот процесс пойдет в сторону полного мира ситуация скорее всего будет напоминать приднестровский сценарий или сценарий кипра в 70-е годы кипр разделился на греческую и турецкую часть в турции существует не признано в турецкой части существует не признанное государство турецкой турецкий кипр на протяжении пяти почти 50 лет эта ситуация сохраняется ну и в общем то без всяких перспектив ее решения примерно то же самое происходит приднестровье в приднестровье кстати контакты между приднестров приднестровьем и молдавии еще существует и достаточно интенсивные вот возможно будет некий приднестровский сценарий реализован то есть донецкая и луганской народной республики сохранят статус непризнанных с прекращением активной фазы конфликта с киевом и с определенной степенью разблокировка экономических и гуманитарных контактов то есть экономические связи восстановятся люди будут спокойно перемещаться и за это это оптимистичный сценарий я сейчас рассматриваю перемещаться из одной из украины в донецкой луганской наоборот но никаких дальнейших подвижек видимо не будет что касается прямой большой войны украины и россии я надеюсь ее не будет и следовательно в общем то вот это предостережение которое было сказано нашим президентом она не реализуется на практике я надеюсь что это его не войны не будет потому что в общем то знаете кто-то недавно сказал что вот линия фронта между донецкой народной республикой и украиной вот кто мог подумать 20 лет назад 30 40 лет назад что это окажется возможным я вспоминаю что когда начал началась война в чечне на украине очень популярна была идея вот у них все время идет что-то там плохое какая-то война гибнут люди у нас никогда этого не будет украина лучше россии потому что у нас мир и спокойствие никогда не будет никаких военных конфликтов а вот русские там с кем-то что-то делит но вот к сожалению не как это никогда произошло что касается будущего украины как государство будущее украины как государство зависит от россии и никакого иного пути кроме сближения с россией для украины не существует если украина будет идти по пути дальнейшей интеграции в западные структуры прежде всего в нато конечно в этом случае будет реализован сценарий скорее всего распада украины и ликвидации украинского государства как политического субъекта потому что это решение не поддержит прежде всего значительная часть украинцев и это решение не поддержит россия все спасибо спасибо